Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Дома культуры «Чайка» Театра русской песни «Волжская Русь», хора ветеранов «Ивушка», а также вокальных ансамблей «Созвучие», «Мелодия» и «Веснушки». На праздничной сцене выступят не только творческие коллективы «Чайки», но и приглашенные артисты. Лауреат многочисленных вокальных конкурсов Анна Королева, подрастающая звезда Кузьмина «София» и прославленный хор русской песни «Волжские зори». Суббота, 1 октября, 13.00. Дом культуры «Чайка», улица Сергей Лозо, 21. Вход свободный. С недавних пор в штате филармонии появилось сразу несколько новых коллективов. Они отличаются как по составу, так и по исполняемому репертуару. Но всех этих ребят объединяет энергичность, молодость и незаурядный талант. В программе концерта «Карнавал народных красок» – все богатство многонационального колорита Самарского края, песнях и инструментальных обработках народных мелодий. Исполнители – ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бенд», руководитель – Дмитрий Буциков, солисты Самарского академического театра оперы и балета – Юлия Маркова и Иван Максимейко. Концерт ведет лектор-музыковед Людмила Коваленко. «Карнавал народных красок» – филармония, 2 октября, 16.00. В минувшем юбилейном 85-м сезоне труппа театра оперы и балета с успехом представила Самару на первых в истории театра гастролях на американском континенте. В 20 городах Мексики был показан самый новогодний и волшебный спектакль «Щелкунчик» Петра Чайковского. Балет «Феерия Щелкунчик» считается долгожителем самарской сцены, и в театре это не первая его версия. В спектакле задействована практически вся труппа – около 60 человек. Невероятные декорации, ослепительные костюмы и лучшие солисты балета перенесут вас в долгожданную новогоднюю сказку. И поверьте, что порой балет может составить весьма неплохую конкуренцию по ходу в кино. «Щелкунчик» – театр оперы и балета в воскресенье, 2 октября, в 12.00 и в 18.30. В историко-краеведческом музее имени Алабина открылась выставка «Пора домой! Удивительный мир перелетных птиц». Экспозиция рассказывает об интересном природном явлении – сезонной миграции перелетных птиц, обитающих в Самарской области. Выставочное пространство оформлено фотографиями птиц, сделанными самарскими орнитологами и любителями-натуралистами, картами с маршрутами пернатых соседей, а также сведениями об интересных фактах их жизни и своеобразии поведения. Если вы любознательны, неравнодушны к природе и увлечены изучением окружающего мира, вам точно понравится. Стоит в поле теремок. Он ни низок, ни высок. Все мы знаем эту весьма поучительную сказку. Яркий и увлекательный спектакль про то, как лесные жители решили построить большой красивый теремок, в котором каждому найдется место, смотрите в Самарском театре кукол. Очень яркий и музыкальный спектакль. Уважаемые зрители, обратите внимание, что спектакли Самарского театра кукол будут временно проходить на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета. Более подробную информацию вы можете получить в кассовом зале театра. Веселый, необычный спектакль «Игра об отношениях родителей и детей Бука» дает в эти выходные театр кукол «Лукоморье». В спектакле много шуток, хорошей музыки, перевоплощений. Дедушка поиграй и маленькая принцесса приготовили для юных зрителей много забавных и интересных игр. Кроме того, по окончании спектакля всех ждет сладкое угощение. Спектакль проходит в фойе театра, в камерной домашней обстановке. Количество зрителей не больше 20 человек. Рекомендовано для зрителей старше 4 лет. 1 октября в 11.00, 2 октября в 13.00. Театр кукол «Лукоморье». На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения! Рекомендовано для зрителей «Лукоморье».